Шречитания Чаритамрита, Ади Лила, глава третья. Внешние причины явления Шречитании. Текст 88. Так, попытаемся прочитать Бенгали. Апаналак яти Кришна, Наннаят Накари, Татапиттанхарабхатаданая, Тахаре, Танхаре. Перевод текста. Господь Шрекришна всячески пытается скрыть себя, но его чистые преданные знают его таким, каков он есть на самом деле. Есть, комментарий нет. Это психология Верховной Личности Бога. Здесь описывается, что в материальном мире он скрыт, скрывает себя. Есть особые энергии, которые могут скрыть его, сделать его неузнаваемым или даже внушить, что не существует такого понятия, как Бог вообще. Это его энергия. Здесь об этом говорится, какой он есть на самом деле. Только чистые преданные могут сказать об этом. То есть он никак не связан с материальной деятельностью никоим образом. То есть в нашей материальной деятельности мы не найдем его. Мы столкнемся с какими-то энергиями, законами, другими причинами. Их масса может быть причин. Будем работать с этими причинами, пытаясь что-то усовершенствовать, улучшить, какой-то прогресс материальный осуществить или поддерживать свою жизнь хотя бы. В этой области мы будем что-то делать, в материальной области. И при этом человек, когда занят такой материальной деятельностью, он испытывает трудности. Это трудно делать. Ничто даром не дается. Нужно предлагать много усилий, страдания терпеть. Немножко счастья, которое обещает нам, может быть, какую-то жизнь счастливую. Но это немного всегда. И он обращается к Богу иногда. Из-за страданий, из-за нужды, из-за любопытства. Но его мотивы не интересуют Кришну. Материальные мотивы его не интересуют. Его интересует только то, что человек обращается к нему. Как он к нему обращается. И больше ничего. Человек думает, обращаясь к Богу, что важно мне как-то выжить в этом мире, что Бог это помогал мне. Дай мне что-то, дай мне то, дай мне это. Он так думает. Обремененный материальными этими обязанностями, так чувствует человек. Выжить трудно. Да, может быть, Бог поможет мне. Есть какая-то вера. Но Бог не обращает внимания на его материальные обстоятельства, когда даже он не их просит. Он видит, что ценность совсем в другом. Ценность в том, что он обращается к нему. Вот в самом обращении ценности. И в зависимости от мотивации, насколько человек искренний, с какой верой обращается к Богу, от этого будет зависеть, что услышит Кришна. И он использует его материальный мотив для того, чтобы поддержать его веру. Если там есть искренность, то Бог может ответить на его материальные даже просьбы, которые не нужны на самом деле ни ему, ни человеку, по сути дела, с духовной точки зрения. Все происходит правильно, справедливо, есть законы кармы, лично-следственные связи. То есть все тут совершенным образом уже контролируется, управляется, но вот человек обращается к Богу, говорит, спаси мою жизнь несчастную. Хотя он и не заслужил более счастливой жизни, Господь может дать ему желаемое, материальное, но совсем с другим намерением, чтобы просто утвердить его веру, укрепить. Это вот этот момент. Потому что с веры начинается уже процесс дальше. То есть вот эти мотивы определяют наши отношения с Богом. И все, что вот в этом мире происходит сейчас, все, абсолютно все, ну, в человеческом обществе, по крайней мере, мы говорим, все зависит от отношений с Богом. Каждого в отдельности и в общественном смысле. Только от этой причины зависят все остальные обстоятельства, условия и так далее, в которых мы пребываем. Только от этой причины. Если у человека нет отношений с Богом, ну, значит, у него ни с кем не будет отношений. Нет, отношений с Богом это проецируется на все остальное. Потому что отношения с Богом это самбанда гьяна. Это не такие отношения, которые мы имеем в материальном мире. В материальном мире мы практически не имеем отношений. Мы имеем эгоизм. Я говорю, отношения подразумевают взаимность. Но если два эгоиста общаются, им не можно назвать это взаимностью. Пока они удовлетворяют чувства друг друга, они общаются. Там взаимности нет. Но как только что-то не нравится, они начинают конфликтовать. Это некий торговый договор. Тебе выгодно и мне выгодно. И поэтому мы общаемся, пока выгодно, пока чувства наслаждаются. Только пока. Когда чувства будут неудовлетворены, мы не сможем больше общаться. То есть отношений нет в этом смысле слова. Любви, взаимности, бескорыстия не существует в материальном мире таких чистых отношений. А именно с Богом такие отношения и изначально существуют. Изначально наша природа служит бескорыстно Кришне. Все прекрасному другу, всех живых существ. Естественно. И вот когда мы начинаем свои отношения с Богом уже, вот в этой самбандагьяне, уже в знании, кто я, что я слуга, что я не могу требовать от Бога что-то или приказывать Ему. То есть я, наоборот, должен выполнять Его волю. Вот тогда открывается Бог. Кришна открывается, становится понятным, близким и так далее. Может быть, Бог, а может быть, друг. В этом мире говорят, что Бог. Там где-то наверху. А кто скажет, из чистых преданных, нет, это друг. Друг всех живых существ. Вот как Он любит. Это отношения. Но когда нет отношений, но если Бог есть, то почему Он не дает то, что Он не может? Вот этот эгоизм требует. Но даже в этом эгоизме, когда человек обращается от страданий, несмотря на эгоизм, он может обратиться к Богу. Это ценно. Эти люди очень ценятся, а Кришна ценит и таких людей. Хотя они не на вершине совершенства, но само обращение к Богу говорит, что это уже небольшая, великая душа. Великая душа. Это уже душа, понимаете? Это уже начало, начало какой-то, ну, возвышенной жизни. Другой цивилизации совершенно. Если мы обретаем все блага материальные, духовные от Бога, это цивилизация. Это настоящая цивилизация. То есть от процветания природы мы зависимы. От взаимодействия стихии и так далее, от энергии солнечных и других, то, что Кришна нам дает для здоровой жизни, да. Но удивительно, представьте, удивительно, что человек может все это осквернить. Вроде бы не в силах, да, осквернить такую большую планету. Так люди думали. Ну и что, что мы сливаем там отходы в реки радиоактивные. Земля такая большая. Океаны безмерные, можно туда вот все. Выясняется, что нет. Человек может осквернить силы океаны, воздушную атмосферу, может осквернить землю. Он может, видите, он может это сделать. Почему? Отношения с Богом портятся. Вот земля такая большая, оказывается, на деле такая чувствительная. Удивительно. Бог такой безграничный, в то же время он такой чувствительный. К каждому, к каждому живому существу, чувствительность знает его, к его умонастроению, к его мотивам. И вот особенно вот этот мотив, мотив открывает Кришну. Когда мы искренне обращаемся к Богу, даже с материальными какими-то намерениями, но вот этот мотив искреннего обращения очень ценен. Но если нет такого мотива, то Бога тоже нет. Человек молится и ничего не получает ценного. Здесь нет комментариев. Мы прочитаем еще один текст. Это цитата из Татра Ратны Ямуна Ачария. Вот если Карабаджин Пробус может прочитать этот санскрит. Хорошо. О Господь! В пределах материальной природы все ограничено временем, пространством и мыслью. Однако твои несравненные и непревзойденные качества всегда безграничны. Порой ты скрываешь их с помощью своей энергии, но твои возвышенные преданные неизменно узнают тебя. неизменно узнают тебя. То есть в материальном мире Господь проявляется через шесть проявлений. Непосредственно, когда Он сам нисходит Кришна. Его как бы полное личное проявление. Бхагаван своя. Раз в день Брамы здесь бывает на планете Земля во Вриндаване и являет свои игры. Второе проявление — это духовный учитель. Это проявление Кришны. Третье проявление — все преданные, все чистые преданные. Через них тоже Кришна проявляется непосредственно. Они могут указать на Кришну или приблизить Кришне или дать Кришну почувствовать. Это преданные. Также есть Его различные энергии. Через них тоже Кришна может проявляться. Также есть Его экспансии и аватары. Вот шесть проявлений в этом мире. Так Господь проявляется. И преданные узнают Его таким образом. Через описание Его деяний. Например, Кришна мы говорим был. Хорошо Он был. Может быть, да, с исторической точки зрения Он был пять тысяч лет назад. Это мы говорим материалистам. Кришна не был. Кришна сейчас существует, присутствует. Все эти игры, которые Он проявил во Вриндаване, в Хауме в Вриндаване, они протекают постоянно на галоке Вриндаване в других местах. Это мы так видим, что Солнце вот было и зашло. Нет, Солнце продолжает свое существование в том же духе. На Солнце нет дня и ночи. Нет таких понятий, как Солнце ушло или пришло. Нет. Но мы видим так. Поэтому преданный, чистый преданный знает, что Кришна был. Если вы уже служите Кришне, вы в этих играх прямо сейчас с ним находитесь. В форме пхавы, в форме размышления. Потому что он не зависит ни от мысли, ни от пространства, ни от времени. Как здесь говорится, Кришна независим. Да, мы зависим. Поэтому, если мы связаны с Кришной через бхакти-йогу, мы тоже становимся как бы связаны с ним, независимо от обстоятельств. Также преданные они видят его через духовного учителя. Непосредственно сакшат, каритвина, самаса, шастры, все шастры указывают, что это непосредственно представители Бога. Можно, общаясь с духовным учителем, почувствовать присутствие Кришны, осознать его. Через преданных. И также мы знаем, есть много экспансий, различные аватары и его энергии. Но тут энергии практически через все получается. Если мы знаем его вот эти проявления, то и энергии не скрывают его, же видите, а наоборот открывают его. Как вот сознавать Кришну, да? Как понимать, что Кришна обладатель всего, допустим? Прабхады говорят, а это чья трость? Ваша Прабхады. А очки чьи? Ваша Прабхады. Вот так же можете сознавать Кришну. Так же можете видеть, что все принадлежит Кришне. Так же все эти энергии оказываются не связаны с Кришной. Маят такшена пракритирсу говорит об этом, что он управляет и живым, и неживым, и подвижным, и неподвижным. Все под его контролем находится. Пряданные это могут понимать чистые преданные. Итак, это 13 стих Стотраратны Емуначарии. Там, где царствует Майя, это комментарий, все ограничено пространством, временем и мыслью. Даже небо, величайшее из видимых проявлений, имеет пределы. Согласно авторитетным писаниям, за небом следует семь оболочек, каждый из которых в 10 раз толще предыдущей. Но даже если бы их не было, космическое пространство не беспредельно. Наша способность осмыслить пространство и время тоже ограничена. Время вечно, размышляя даже о миллиардах и триллионах лет, мы не сможем реально представить протяженность времени. Мы не способны своими несовершенными чувствами объять величие Верховной Личности Бога и вместить Господа в рамки времени или своих мыслительных способностей. Не удивляйтесь, пространство это эфир, небо называется, то, что мы называем пространство в этом мире. И нам кажется, что пространство безгранично. Эфир. Нет, эфир это материальный элемент. Его не существует в духовном небе. Духовное небо не состоит из эфира. Другая совсем природа. Но мы по привычке представляем духовный мир в пространстве эфира и размышляем об этом при помощи ума. И так пытаемся какое-то представление иметь о духовном бытии. Нет, совсем не подходит ни ум, ни эфир для этого. Душа за пределами находится, да, над чувствами есть ум, над умом, разум, над разумом. Душа, там еще ханкара есть, но неважно, в Гитике душа еще выше, она превосходит над этим находится, над разумом, над умом, над всеми материальными элементами. Кришна говорит, что есть то есть есть пять грубых элементов, мир созданный из пяти грубых элементов, но есть еще пара вьема, есть духовное царство за пределами вот этих всех материальных элементов. Нам, конечно, трудно представить, что находится за пределами эфира, как все это даже выглядит, или за пределами ума, конечно, это очень сложно для обусловленного человека иметь такие представления. Он начинает снова напрягать ум для этого. Здесь же другое. Любовь к Богу открывает это. Пространство в духовном мире это любовь. саджи тананда это вечность знаний блаженства, то есть любовь. Это есть пространство. Здесь мы все измеряем протяженностью времени, но это невозможно говориться. У нее нет протяженности. Любое количество пройденных лет умещается туда. Любое. Не имеет значения, сколько это, в каких цифрах мы это измеряем. Наши цифры нас только сбивают с толку. Но математика духовного мира 1 плюс 1 равно одному и 1 минус 1 равно одному. Ничего сложного в этом нет. Сложность составляет ум и вот эти материальные ингредиенты, составляющие, потому что в духовном мире составляющих нет. Дух неделим, говорится. Мы не сможем духовное тело разделить на части, на какие-то системы, костные, кровеносные, нервные системы, мышечная система двигательная. Нет, это целое, цельное тело. Более того, мы не можем дать душу, а отделить от сверхдуши невозможно. В духовном пространстве совсем другие законы. Здесь приходится преодолевать эти пространства и бороться с временем. Успевать нужно все. это время гонит куда-то. Упустим время, все, упустим что-то в жизни считается. Нет такого в духовном мире. Итак, Господь читаний принес вот эту среду любви к Богу приманжана чурита бахти вилоча нена то есть глазами любви бахти смазный бальзам любви мы можем видеть духовное пространство. Что же там? В духовном пространстве там постоянное ликование. При этом все уравновешено и глубоко умиротворено одновременно. Океан, говорится, никогда не выйдет из берегов. Даже если штормит, из берегов не выйдет. Великий океан премы это также великий покой с другой стороны. Потому что там нет причин для страха никаких. Даже когда этот океан штормит духовный, никакой причины для беспокоиться нет. Вай кунта. При этом волны там поднимаются. Экстаза. Это ликование, это праздник. Это полная насыщенность счастьем, знанием и вечностью. Это духовные миры. И мы узнаем об этом на слух. Мы не можем это сейчас придумать как-то или даже вообразить, но услышим. Эти понятия проникают куда-то и пробуждают что-то глубже, ум. Можем испытать экстатические эмоции, потому что мы есть жители духовного мира изначально. Мы частички Кришны изначально. По своей сути и природе мы предназначены для такого счастья и вечности. Но в служении как только душа собирается господствовать, она сталкивается с пространством, временем и мыслью. И тут она взаимодействует с Майей таким образом. Через пространство, через время, через мысль, собственную мысль. И через мысль Майя говорит, смотри, какие пространства вокруг тебя. Это все твое мир целый. Можешь господствовать. Вот выделяю тебе время для господства. Стань великой душой, живи долго. Вот тебе аюрведа, поддерживай свою жизнь. Или тело полубога тебе осмотреть. Можешь господство здесь. Через мысль происходит это внушение. Поэтому преданный никогда не доверяет своему уму. Потому что через ум действует майя иллюзия скрывающая энергия. Преданный занимает свой ум для того, чтобы воспевать святые имена Кришны и слушать о Кришне, о трансцендентном мире, о паровьеме, о вечности, знании и блаженстве. И поэтому его положение называют улан-хита, то есть в рамках мыслительных способностей. он всегда пребывает за пределами пространства, то есть за пределами мыслительных способностей. Он всегда пребывает за пределами пространства, времени и мыслей. И даже если он проявляется в этих пределах, его бытие все равно остается трансцендентным. Хотя божественная природа Верховного Господа может быть сокрыта трансным временем и мыслью, чистые преданные видят, что он не ограничен этими факторами. Иначе говоря, хотя обычные люди не могут видеть Господа, те, кто занят трансцендентным служением ему, способны проникнуть за скрывающие Господа завесы. Вот такая способность. Это превосходит все югические ситхи способности, вот эта способность видеть Бога. Потому что если видеть Бога, говорится, вы увидите все. Это свет знания. это дарующие все благословения. Понимаете в чем дело? У него много имен, очень много качеств, вы увидите все. Вы не увидите предмет человекообразный, вы увидите Бога, это разные вещи. Человека мы видим сначала как предмет человекообразный. И только с временем можем через общение понимать, что это за человек и более того, и даже не поймем, что это за личность с духовной точки зрения, так и не поймем, прожив целую жизнь. Можем даже разочароваться, обесценить эту личность и его качество. Мы столкнемся с такими препятствиями, не дай Бог. Очень сложная наука общаться с людьми и быть счастливыми вместе с эгоизмом. Бог это проявление истинного эго, истинного величия. Если мы видим Бога, то мы видим все остальное, потому что Он дарует на все это. Видеть означает даршан. Он тоже должен увидеть нас, иначе мы не увидим. и конечно на предных смотрит. Он восхищается. Он говорит, что преданные очень дороги мне. Он восхищается их качествами. Он их перечисляет. Он их считает ночной счетчик. Понимаете, с удовольствием. Как мы считаем святые имена. С удовольствием. С высшед нас кругов рассчитываем. Кто-то и больше повторяет и рассчитывает все с удовольствием. Заставляет это счастье. читает на счетках имена своих коров, когда пасет. Их очень много. Он знает их всех поименно. Лично. И к каждой корове, когда имя произносит, он вкладывает те отношения. И эта корова сразу отвечает ему. Я здесь. Другие ждут, когда он произнесет мое имя. Все сосредоточены только на Кришне. Потому что он Бог. Он дарующий. Он не скупец. он не слабый. Он самый богатый. Он не нищий. Понимаете? У него все безграничные степени. Он дарующий. Если мы видим Бога, мы становимся наследниками Бога мгновенно. И в знании, и в богатстве, и в красоте, и во всех других. В славе, в отречении, в силе. Своих близких слуг Кришна наделяет любыми полномочиями. Взять, допустим, Гаруту или Ханумана. Как измеряется их сила? Никак не измеряется. Столько сколько хотят, столько и проявляют. Откуда такая сила? От Бога? Сколько хотите? Пожалуйста. Вам нужна такая сила? Пожалуйста, вы сильные. А здесь требуется больше. Пожалуйста, сколько хотите. Вам нужны богатства? Сколько хотите? Получайте, сколько хотите. Если мы видим Бога, мы становимся одаренными людьми. Это высшее совершенство увидеть. Кришна, говорится, что пока Он сам не посмотрит, мы не увидим. Непосредственный взгляд Господа. Откуда? Либо Он сам придет, либо мы от Гуру это получаем, либо от преданных, либо от его энергии, либо это пансия или аватары. Шесть причин, шесть проявлений Бога. И все читание начинается с того, что описывается духовным учителем. Это традиционно, что если мы хотим увидеть Бога, почувствовать Бога, то обратись к Духовному учителю. Это традиционно. Кришна не говорит, обращайся прямо ко мне. Нет, не сразу. Обращайся к Духовному учителю. Но Арджуна обратился к Кришне непосредственно. Я теперь это не твой ученик, учи меня. Давай оставим дружеские разговоры. Я хочу получить наставление. Но традиционно мы обращаемся к духовному учителю. К преданным. Мы изучаем его экспансии, проявления, изучаем его энергии. Так постепенно обретаем сознание Кришны. и видим, что все связано с Кришной, все есть проявление его. Хотя он сам над всем этим. Нам кажется, что туча скрывает солнце. Однако на самом деле она застилает с собой глаза крошечных людей на земле. Достаточно подняться над облаками на самолете, чтобы без помех увидеть солнце и его яркий свет. Точно так же нас окутала Майя. Но Господь Кришна говорит в Бхагавадгите 7.14 Преодолеть влияние моей божественной энергии, состоящей из трех гун, материальной природы невероятно трудно. Но тот, кто предался мне с легкостью выходит из-под ее власти. Знания. Пропадость переводит пример самолета. Люди развивают свои знания по физике, изучают и делают самолет. Разгоняются, взлетают над облаками и там всегда солнце. Они удивляются этому. Правда, правда. Когда мы жили еще на Сахалине, север Сахалина, знаете, это место, где летом температура не поднимается выше 15 или 11 градусов. редко бывают, жара какая-то, знаете, это исключение из правил. Холод, потому что окружен охотским холодным морем. Всегда холодные туманы, лето это всегда холодные туманы. Иногда, когда бывает солнце, бывает теплее, конечно, теплее, но в основном лето холодное всегда. и бывает такая погода, что в течение месяца или двух месяцев вообще солнце не видите. И дождь идет монотонно, ровно, каждый день круглые сутки. Моросит, просто морось, морось, все влажное и холод. Вот такое лето. Даже подсолнух не дозревает, цветок раскрывается и не успевает. Нет. Картошка растет, очень хорошая такая. Лучшая картошка. Вот ради этого можно жить на Сахалине, ради картошки. Ну и северная ягода там. Ну там не вырастешь, там клубника бывает кислая такая, кислая-кисляя, на вес золота. Огурцы не растут, помидоры нужно привозить. О яблоках и речи нет. И вот если вы там родились, не просто приехали посмотреть на этот ад, а родились в этом аду, там тоже вам нравится, потому что иногда солнце бывает, тепло какое-то есть. И вот самолет. Вы садитесь в самолет, лететь, скажем, на юг, ну, на материк, так называют оттуда, материк. слетаете, и солнце видите, открытое, нет ничего, никаких преград нет. Вы так удивляетесь, правда? То есть, теоретически, это вы знаете, что там солнце есть с облаками где-то, но вы так удивляетесь, когда видите солнце, вдруг вот с этой погодой поднимаетесь наверх, и вдруг светлее, 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 и острепите, боже мой, столько света, столько энергии, думаете, ничего себе, и такая радость у вас, летим на юг, там есть солнце постоянно, вот это обусловленность. И вот мы под облаками живем, под материальной энергией, а он над облаками, он выше всего этого. И вот так же, как ученые при помощи каких-то знаний физики создают такие аэропланы на крыльях, там они плотность воздуха на скорости набирают и могут подниматься в воздух. Какие-то знания в этом есть, наука они называют это, но есть также наука, как подняться над материальными этими всеми элементами. Это тоже знание, знание о Боге. Очень удивительная вещь, потому что мы качественно с ним одинаковы. он сияет, мы тоже сияем. Мы частичка его сияния. Знаете, этой маленькой частички достаточно, чтобы управлять вселенной. Брама управляет. А мы летаем в самолетах, видите, чтобы видеть солнце. Нам не хватает сияния солнца, но не хватает счастья, но не хватает вкуса жизни, не хватает хорошего характера, не хватает денег, конечно же, прежде всего. Главная причина в этом. Характер-то ерунда. Плохим характером можно быть счастливым, если есть деньги. А вот деньги большая проблема, денег явно не хватает. Так думают люди в невежестве, обусловленные. Но нужно сказать честно, что деньги это и есть та самая морость, та самая непогода, которая скрывает Бога. вот та самая хмарь, понимаете, на которой люди уже не знают, как вообще, так раздражает, так угнетает это все, эта жизнь, беспросветная, солнца нет. Когда я на Сахалин приезжал раньше к сестре, она всегда шутила, потому что каждый день какой-то дождь там, даже солнце, видите, это ненадолго там, это минуты, и все, скрывается. Она всегда шутила, одну и ту же шутку мне говорила, а в деревне Гадюкино дожди, откуда с какого-то мультфильма, это шутка, что везде хорошая погода, в деревне Гадюкино дожди. Она всегда говорила так, Толстый Харин, и сильно любила этот остров. Да и спорт там живет и очень любит, потому что там свобода. Там природа дает ощущение свободы, понимаете, вот как нигде. это я тоже на себе испытал. Свободные люди там живут, что там они делают? Охотятся. Если даже вы не можете заработать, берете ружье, идете на охоту, стреляете уток или красную рыбу добываете, такая природа, что вы там как знаете, свободный человек можете жить. Дикаль. Люди вот любят эту свободу, ради этой свободы живут там. Хотя место практически не жилое, это только для тюленей там. Я видел там эти лежбища котиков. Лежат, греются, а в тюленях солнца нет. Лежат, греются, счастливые, усатые, улыбаются, понимаете. Толстые-толстые такие как грёвна. Живут в холодном море, жир накапливают, приспосабливаются, толстый такой жир, толстый, им очень хорошо. Даже там ведь и есть счастье какое-то. Вот, потом я поехал в Магадан. Я думал Сахалин это ад, конечно, но я не знал просто про Магадан. приехали в Магадан, боже мой, там ещё холоднее, ещё. Там даже сладенький кедр, который на Сахалине чуть выше человеческого роста, кедр, там он ещё ниже, понимаете. Там вообще летом, не назовёшь лето, такого названия нет, лето там, льды, они вот, даже летом подходят к берегам. Тоже море. Я пошёл гулять, взял свои чётки, пошёл на сопку гулять, а там природа, конечно, потрясающая северная, потрясающая, люблю эту природу. Но там вот холодно, вот такая среда, знаете, как времянки, дома как времянки, культуры никакой нет, люди корней не пускают, деньги зарабатывают, уезжают, зарабатывают, уезжают, либо пропивают. То есть там вот, ну, такой вот климат, там такая религия, как бы климата. Деньги большие зарабатывают, там зарабатывали на север. Я пошёл на сопку гулять с мантрой, подальше от людей. А там какие-то походники, знаете, встретились, группа школьники, школьники, у них там, видимо, какие-то каникулы, или там, не знаю, выходные были. Вместе они там костёр зажгли какой-то, там сумели, вот, чай там кипятят, и поют песни. Я мимо проходил, люди наслаждаются, поют песни, знаете, я просто пытаюсь к этому климату смотреть на него, знаете, так, осторожно, там холод, такие массы воды, льдины, там где-то с океана, вот такая среда, знаете, непонятно, как тут вообще жить, и тут песни поют, веселятся, люди, и как же, разожжем костерок, костерок, заварим чиферок, чиферок, вот оно счастье, понимаете, я подумал, да, везде свое счастье, Карабаш не рассказывал про счастье в Москве, как москвичи купили дыню на рынке и ели ее, посыпая сахаром, какую-то дыню купили там на рынке, вот разрезали, он же, вы же ташкентцы, понимаете, вы понимаете, о чем я говорю, что в Москве я это рассказывал, никто не понял даже, они ее разрезали, предложили Кришне, и, значит, едят, посыпая сахаром, и говорят, какая хорошая дыня, Карабаш не мог такое слышать вообще, это же аппаратха, какая-то дыня вообще, вы не видели настоящих дынь вообще, у вас нет благочестия, карма плохая, чем вы наслаждаетесь вообще, и прославляете эту вот эту дыню, вот уподобие, вот эту вот нартху, видите, как все относительно, и где же эта относительность, она должна где-то уйти, так, что лучше, хуже, лучше, хуже, куда мы пойдем-то, куда, к чему мы должны прийти, где же наше убежище, прибежище, мы находим прибежище в относительных вещах, поэтому оказывается, что не так уж все и хорошо, есть и лучше, но когда мы возвращаем к Кришне, заканчивается этот процесс, вот об этом речь идет в этих текстах, заканчивается, потому что мы соприкасаемся с абсолютной истинностью, безграничным, безотносительным, поддерживающий все живые существа, управляющий всеми законами, знающим все и вся, только себя не знает до конца, о, какой он удивительный, кто же он такой, если он знает безгранично все и вся, но себя до конца не знает, это Кришне, преодолеть влияние иллюзии или майя чрезвычайно трудно, однако тот, кто твердо намерен держаться за лотосные стопы Господа, освобождается из ее тисков, вот почему чистые и преданные способны постичь природу верховной личности Бога, и вот почему демоны всегда заняты греховной деятельностью, несмотря на доступные свидетельства боготкредитных писаний и небывалые подвиги Господа не способны на это, пока человек не обратится к Богу, он не обретет способности должных, наоборот, будет их терять, трачивать, как угасающая искра, вылетающая из огня, она гаснет постепенно, но рядом с огнем она всегда поддерживает свои качества, поэтому главная обязанность человека это обращаться к Богу, пусть даже с материальными мотивами, разрешается, с любыми мотивами обращайтесь к Богу, в этом благо. Если даже Господь не выполнит ваши материальные желания, вы все равно получите благо, большее, чем даже ожидали, потому что вы к Нему обращались. Ну, преданные уже к этому привыкают, уже такие зрелые, преданные знают, что Господь не всегда выполняет какие-то наши желания, как мы хотим, и они это хорошо принимают, с благодарностью это принимают, потому что мы не знаем, в чем наше благо часто, мы просим то, что нам может навредить, а он знает, опытные преданные, они доверяют Богу, неопытные преданные, им нужно подтверждение, нужно получить что-то от Господа, дай мне денег, ну вот тебе деньги, ну спасибо, спасибо, вот моя вера укрепилась в тебя, есть благодарность какая-то, пусть на материальной основе, но уже связь какая-то появляется, опыт появляется у человека, то есть Акама означает без материальных желаний, с Акама, с материальными желаниями, или Сарвакама, то есть со всеми материальными желаниями, полностью весь, Мокша Акама, или ты думаешь об освобождении, удар от Хи, неважно, любые желания, какие у тебя есть, но если ты к Богу обращаешься, ты, наверное, на правильном пути, весь смысл именно в Кришне нашей жизни, человеку дано это право думать о Боге, это Кришна дал разум человеку, чтобы он задумался о Боге, вот в этом вся ценность, все остальное, это двуногое животное, так строго говорится, все остальное, без этого разума, без обращения к Богу, это животное существование. Хорошо, мы оставим время для вопросов. Это были два текста, «Шречитание, черета, Мирита, делила» третья глава. «Внешние причины явления «Шречитание»» 88-89 текста. Пожалуйста, могут быть дополнения, вопросы, комментарии, впечатления. Спасибо, Чайтанья Чайна 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 Павлу. Виктор, сделайте объявление потом. Хари Кришна, дорогие преданные, те, кто смотрит нас на Ютубе, пожалуйста, переходите по ссылке в описании под видео и присылайте свои вопросы к нам в Telegram-бот. Мы постараемся выделить время и зачитать их в конце лекции. Спасибо. Пока еще руки не подняты, если позволите, «Шречитание Чайна Чайна Павлу». Я остановлюсь на некоторых моментах, которые я сегодня услышал и был очень вдохновлен. В 88-м стихе говорилось, что Господь скрыт от других. Кто-то видит, кто-то не видит. Очень интересная тема. Конечно же, в последующих стихах комментарий Шалапрупада объясняет, что Господь не может скрыться от взора своих преданных. И, наверное, здесь можем затронуть эту тему. Кришна скрывает себя от других. Почему? Может быть, потому что другие не хотят видеть Его, материалисты, они точно не хотят видеть Его. Они хотят жить в мире, быть самим управляющими, самим хозяевами, другими словами. Они хотят видеть Бога. И Господь говорит, хорошо. То есть, вот этот стих из 7-й главы Бхагавадгиты «Насколько живой, что придается мне, соразмерно этой преданности я отвечаю взаимностью. Если кто-то не хочет видеть Его, будет хорошо». Интересно. Есть же такой анекдот, помните, анекдот, как атеист приходит к Богу, стучится, значит, дверь нам секретарь открывает. Я, говорит, к Богу, пустите меня. Я атеист, хочу увидеть Бога. Секретарь приходит к Богу, говорит, там атеист пришел, что сказать ему? Скажи, что меня нет. Точно. Также Кришна говорит в 7-й главе в 25-м стихе «Нагам пракаша сарвася йога моя сама бритха». Я скрыт от них. Йога май или махамай от материалистов. От Кришны от преднов тоже скрывает, чтобы усилить их стремление. Также есть такие термины, как драшта дришта. Тот, кто видит, видящий или око, все видящие око, это Кришна. Кришна видит. А мы те, кого должны увидеть. Поэтому Шалабархупада говорил, что ведите себя таким образом, чтобы Кришна захотел увидеть, а захотел предстать перед вами. И также вы сегодня цитировали этот стих «Приманджана чурита бхакти вилов чанэна». Кришна не может скрыться от взора того, чьи глаза у мужчины бальзам любви. В связи с этим я вспомнил удивительную историю. Если хотите, буквально пару слов скажу. так как мы читаем «Чайтани Чаритамри», то это непосредственно связано с «Чайтани Магапрабху». Вот скоро летом начнется праздник Радхаятра. «Чайтани Магапрабху» на две недели уходил с Пури Аларунатх, где-то километров может быть 10-15 от Пури. Потому что в это время сезон дождей начинается и Господь выходит за пределы храма и простывает. Это удивительно. Лила потом он как бы в кавычках болеет две недели по-моему или там сколько-то дней, 10 дней. И в это время никто не может получить даршин Господа. И Чайтани Магапрабху будущий не способен получить даршин Господа он отправлялся в Аларнатх. Потому что он не мог сопротивляться этому огню разлуки. Поэтому он как-то охладить этот жар отправлялся в Аларнатх, чтобы видеть, созрисать эти божества. Что интересно, божества четырехрок и формы. Возникает вопрос, почему Господь Чайтани Магапрабху уходит, чтобы созерцать четырехрукое божество Аларнатха. Тогда как в самом Чайтани Магапрабху очень много божеств Рада, Кришны у спутников Чайтани Магапрабху. Почему же Чайтани Магапрабху покидает Пури, чтобы созерцать это божество, тем более четырехрукое. И Бхактезидан Сарасвад построил рядом храм тоже. Почему? Потому что это божество необычное божество. Это божество очень сокровенное, как раз таки отвечающее на вот этот вопрос, почему Господь предстает перед некоторыми, а некоторые не могут увидеть его. И это божество Аларнатха связано с танецом раса, когда Кришна на какой-то момент исчез из поля зрения Гопи, чтобы усилить их жажду, любовь. И вы знаете эту историю, замечательную историю, когда все побежали искать Гопи впереди, Радхарани шла за ними, и Кришна из-под кустов проявил четырехрукную форму. Гопи подошли, поклонились и сказали «О, Нарайин! Четырехрукной форме Нарайин! Поклоны тебе, пранам! Мы ищем Кришну, ты не мог подсказать, где Кришна?» И Кришна показал четырьмя руками туда, и все они ушли. Но он не смог устоять или удержать эту форму, когда появилась Матерь Радхарани как раз глазами умощенными бальзами любви. Поэтому Чаритани Маапрабу это форма према, не знаю, маткурия форма. Поэтому Чаритани Маапрабу шел в аларнадх чтобы получить даршин этого божества. И также вы говорили, что все исходит из Кришны и все энергии через энергии можно постичь Кришну. И вот в связи с этим я вспомнил пример. Чистый предан может везде видеть Кришну точно так же, как мать видит туфельки своей дочери или ботинки своего ребенка или тапочки, который уже давно вырос, где-то учится или обзавелся семьей, живет в другом городе или в другой стране, вспомнив вот эти детские атрибуты своего ребенка, тут же переполняется эмоциями, чувствами, плачет. Почему? Потому что этот атрибут, этот элемент обувь, одежда связаны конкретно личностью. Точно так же тот, кто обрел эту способность видеть глаза, повсюду видит Кришну. Так же, как Шалапрупады видел повсюду Кришну. Помните этот пример? В Калькутте сирена оповестила, что вот бомбежка будет. И Шалапрупады в это время сел кушать качори, приготовленные его супругой, предложенные Прасадам. И мимо пробегающие люди сказали, Абай Бабу, бегом, бомбоубежище, сейчас будет бомбить. Шалапрупад сказал, но если придет бомба, я увижу в этом Кришну. Харай Кришну. Спасибо, Чайтанчан, Чанбарабу, вы своим рассказом столько удивительных таких моментов пробудили во мне, я решил поделиться. Виктор, пожалуйста. Харай Кришна, примите мои поклоны, пожалуйста, большое спасибо за лекцию. У меня такой вопрос, что если человек хочет, его интересует Бог, он хочет как-то с ним вступить в какое-то соприкосновение, но при этом он хочет сделать это сам, он отрицает. Не то, чтобы отрицает, но он не принимает во внимание или отстраняется от священных писаний, от преданных проводников, священников и так далее. Он пытается обращаться к Богу напрямую и пытается как-то самому это сделать, чтобы максимально ограничить себя от посредников. То есть желание-то правильное, но как-то направление кажется не очень правильное. К чему может прийти в итоге такой человек. И при этом есть люди, которые наоборот они не хотят вступать в какие-то отношения с Богом, вообще как-то избегают этой темы, но при этом обстоятельства их жизни складываются так, что они все равно именно приходят к Богу. То есть вот это мой собственный пример. До такой степени хотел чистого знания без Бога, что я даже когда выбирал себе перевод Бхагаладгиты, я делал все возможности, чтобы только не читать Бхагаладгиту в переводе Шриго Пропопады, потому что я смотрел на Кришнаитов и говорил «не-не-не, вот этого я не хочу, мне пожалуйста какую-нибудь йогу, но только без этого». Но Кришна так удивительно проявился, что я прочитал в итоге перевод Бхагаладгиты в переводе другого преданного. И это в итоге привело меня к Бхагаладгите Шриго Пропопады. То есть я отстранялся, но он все равно меня привел. А я сейчас вижу людей, которые наоборот хотят, но у них нету, вот они не могут понять, каким путем идти. Они думают, что это надо делать самим напрямик, и невозможно что-то объяснить. Можете пару слов об этом сказать, пожалуйста? Ну, ты практически уже ответил на этот вопрос. Например, человек, он не доверяет религиям, на то есть основание, конечно, если это человек научно как-то образованный, мыслящий, он, конечно, видит недостатки, несовершенства в религиях, в истории религий, можно найти много недостатков, потом можно разочароваться в какой-то религии, или в священнике, или просто в писаниях, которые не отвечают на вопросы, как кажется, не дают какого-то знания глубокого, сталкиваясь с фанатизмом и прочими вещами. Понятно, что люди сейчас светского характера становятся, они нигилисты, они должны сами на своем опыте все как бы почувствовать, только тогда они принимают это. Так настроены в основном люди. Но когда они хотят к Богу напрямую обратиться, это хороший момент очень. Для таких людей это очень хорошо. Потому что если неискренне к Богу обращаются, тогда Кришна изнутри сердца, сверхдуша сводит с преданными. При этом ему даже не нужно знать, преданный или непреданный, он просто получает впечатление глубокое, общаясь с людьми, чувствовать начинает Бога. Как одна женщина молилась Иисусу Христу, по-моему, рассказывала. Кстати, не одна такая женщина была, и другие были люди, которые также пришли в сознание Кришны. Они молились Иисусу, поскольку были христианами, но их не удовлетворяло что-то, в смысле, что хотели больше знаний. Ответить на вопросы, священники не отвечали на все вопросы, молись и кайся, но это их не удовлетворяло. И они вот так обращались к Иисусу искренне. И буквально там считанные какие-то дни проходили, они встречали преданность с книгами и так далее, и сразу получали ответ на свою молитву. Много таких примеров есть. И они понимают очень хорошо, что Иисус привел к Кришне на самом деле. Так говорят об этом. Потом они со священниками также разговаривали, некоторые благословляли, говорят, ну раз Иисус тебя привез, значит, ну так должно быть. Главное, что человек обращается к Богу. Да, мы не доверяем, конечно же, я тоже не доверяю религию. Никогда не доверял религию. Но я доверяю пророкам. Вера в пророков есть у меня, всегда была. Но что касается религии, где люди начинают хозяйничать, что-то там организовывать, у меня всегда есть какое-то недоверие. Это естественно. Но поскольку есть вера в Бога, есть вера в пророков, все остальное складывается по их милости. Человек получает эту возможность рано или поздно. Общаться с духовным учителем, получать посвящение, то есть практиковать уже постепенно этот процесс срабатывает. Поэтому это не так плохо, что они хотят сначала сами непосредственно обратиться именно к Богу. Значит, вера уже есть. Это не проявление Аханкары? Ну, то есть я хочу обратиться к Богу. Их должны быть усилиями. Не нужны посредники. Вот такое настроение. Это Аханкара. Это Аханкара. Но если он к Богу если не обращается, тем не менее, он получает благо. Конечно, Аханкара. Это же неосвобожденные души. Понятное дело. Как есть анекдот, который мне рассказали в Абхазии. Нет, не Абхазия. Или Абхазия, или Осетия. В общем, Кавказ. Там анекдот про священника, который молится о Богу, значит, и про охотника, который, значит, ненавидит Бога. Про человека, который ненавидит Бога. И священник, который молится постоянно, и прочих людей как-то исповедует. А этот охотник, этот человек, он выходил каждый день в поле, брал ружье и обращался к Богу. Выходи, говорит, такой, вот ты тут натворил столько всего, столько бед из-за тебя, вот ты же сразу, увижу, застрелил вообще. Убью тебя. Вот так он провел свою жизнь иногда, так он к Богу обращался, а священник молился. И вот пришло время умирать, они умерли, священник, этот человек, охотник. И священника, значит, в ад тянут, охотника в рай. Ну и возникает вопрос, что это такое вообще? Священник понял вопрос, священник, в чем дело, собственно, простите, простите, не ошиблись, наоборот давайте, его туда, меня туда. Ему тут говорят, нет, ты же молился ради чего, ты же людей этих исповедовал и молился, потому что тебе деньги платили. Ты думал, а выгодит, и ты просто как работу выполнял, у тебя никогда не было веры в Бога как таковой, ты к Богу не обращался, ты просто исполнял свои профессиональные обязанности. Вот, поэтому ты вот много нажил там добра, там, и вот денег этих вот там, и прочее, ты их неправильно использовал, вот поэтому тебе за грехи нужно страдать какое-то время. А этот человек, он же верил в Бога, видишь, в чем дело? Он звал его, он знал, что он есть, он знал, что он сотворил этот мир, просто не понимал, почему мир такой. И вот из-за его веры он идет в рай. Видишь, в чем дело? Вот даже в этом анекдоте понятность становится, что ценность-то в другом, да? Мы говорим, ложное эго, это еще не критерий оценки, у всех есть сложное эго. Критерий оценки, насколько искренне человек обращается к Богу, насколько он хочет обрести это. Вот это настоящая ценность. Тогда постепенно Кришна указывает путь, как человек уже хочет от этой аханкары освободиться, он начинает развивать смирение, почтение, терпение, служение, вот это постепенный процесс. Кришна втягивает этот процесс, делает униктарным этот процесс, счастливым. Но это для тех, кто именно искренне обращается к Богу, ищет его. Спасибо большое. Получается, если человек хочет напрямую, без каких-либо посредников обращаться к Богу, то Господь, это уже благочестие, это уже хорошо, но это еще не позволяет человеку осознать абсолютную истину во всей полноте, во всей красе и, соответственно, вступить на стезию преданного служения. этого недостаточно. Но Господь, который находится в сердце, устраивает так, что он рано или поздно встретится с преданными. Рано или поздно он поймет важность представителей Бога. Поэтому, как начало, это хорошо, когда человек, даже не доверяя другим, обращается к Богу, то Господь устраивает так, что... Можно сравнить такое обращение, Парупада сравнивал такое обращение к Богу, как... Мы находимся в темной комнате, в невежестве. Ома-гьяна-тимиран-дэ-сия. В темноте невежество. Рождаемся в темноте. И вот это обращение к Богу сравнивается, что мы зажигаем маленький фитилек светильника, маленький, начало. Но, Парупада говорит, даже при этом маленьком освещении вы можете сориентироваться в темной комнате. Начинаете уже понимать, что такое преемственность, начинаете уже видеть что-то, осмысливать процесс, обстоятельства, начинаете уже видеть, потому что вы обращаетесь к Богу. Так же, как повернуться к свету, начинаете видеть все остальное. Так же, к Богу, включайте свет и начинаете понимать, как жизнь устроена. Когда я, допустим, начинал еще, я думал тоже гуру и все такое, но как в присутствиях Анкары все равно вы думаете, что гуру хорошо, но я же сам должен принимать какие-то решения и так далее. То есть я самостоятельно мыслить должен также стать тоже разумным человеком и у вас есть некий индивидуализм. Все равно сохраняется. Но однажды я прочитал в шастрах так же, как воду берут из реки, а молоко берут от коровы. Ну, какие простые, ясные вещи, да, молоко из реки, воду от коровы. Так же и знания берут только от духовного учителя. и у меня, знаете, было просто просветление. Простая вещь. Ну, потому что я практиковал. Потому что я просто практиковал имя Кришны, читал, и постепенно, да, больше, больше мы узнаем, еще больше узнаем, Анкара еще больше уменьшается, распоряется еще больше, еще больше. Таков процесс. но начинается с обращения к Богу. Маленький светильник зажигает. Так как Господь абсолютен, как вот сегодня тоже приводили пример с этим охотником, неважно, благоприятно или враждебно, так или иначе, обращаясь к Богу, а Господь абсолют. Верно, то есть все получают благо, как бы ни соприкасались, так же, как соприкасаясь с философским камнем, любой предмет превращается в золото. Поэтому Господь, который слышит эти желания, я хочу постичь тебя, я хочу понять тебя, Он говорит, хорошо, тогда я потихонечку устрою все остальное. Как чай Тегур, Он ведет его и приводит в общество, в святые общества, в преданных. И это уже начинается доверие, саду санга и уже начинает осознанно служить Господу человеку. Есть другая сторона вопроса Виктора. Другая сторона. Это одна сторона, где мы говорим, искренне обращается к Богу, так? То есть, есть мотив чистый. А другая сторона заключается в том, что человек обращается к Богу, чтобы стать Богом, стать богоподобным. Это совсем другая психология. Это путь ложный. Помни ту историю Рамадаса, который примкнул к Аргуна Адасу с вами, по-моему, когда тот шел Господу Читании. Этот Рамадас сказал, позволь мне с тобой прийти Господу Читании. Я не буду тебя беспокоить в пути. Я понимаю, что ты очень возвышенный, преданный. Я не буду беспокоиться, я буду нести твои вещи на голове у себя и читать Рамадасу. Никаких других слов проносить не буду. Буду терпеть все, все эти тяготы путешествия, читать Рамадасу, наизусть слух и наносить твои вещи на голове. Только возьми меня с собой. И Аргуна Адасу был тронут этим. Подумал, человек искренне хочет увидеть Господа Читанию. Он согласился на все. Пожалуйста, пожалуйста, пойдем. Он обрадовался. Я представлю эту чистую душу Господу Читании. Господь Читании будет очень рад. И всю дорогу он нес вещи на голове Аргуна Адасу и читал Рамадасу. Но когда они перешли к Господу Читании, Господь Читания обнял в экстазе Аргуна Адасу Даст Госвами и даже не посмотрел, ни одного взгляда не бросил на Рамадаса. Другой Господь, это Рамадасу, очень искренне преданно, хотел очень тебя увидеть. Он всю дорогу читал мне Рамайну и нес мои вещи на голове. Это преданный. Но Господь Читании снова не посмотрел на Рамадасу. Ты знаешь, почему он это делает? Почему? Он сам хочет стать Господом Рамой. Вообще не обратил на него внимания. Никакого. Это другая сторона вопроса. Поэтому от этого мотива зависит искренне. тут мы не всегда можем разобраться в человеке. И сам даже человек может не все понять в своих мотивах. Но это проявляется со временем больше и больше. В Майаваду куда-то уходит этот человек начинает странные вещи делать, имитировать какие-то признаки экстазы или вызвать ощущение Бога в себя как-то искусственно при помощи медитации тоже каких-то практик. Это Сахаджия может быть или Майавада может быть. Это может очень долгое время продолжаться Бху-нам-джана Джанманам-ан-теги-наван-мам пропадет. Это может быть рождение. За рождением такой путь может идти. Он не возвращается к Богу такой человек. Пока не осмыслит себя частичкой. И вот тогда вот это искреннее обращение к Богу как зависимость от Бога. Это важный мотив признания Самбанда-гьяна Я его слуга. Я зависим от Бога. Он независим. Тогда путь открывается. Также, наверное, очень важный момент, когда такой человек даже странными мотивами, если он на своём пути встречает искреннего представителя Бога, смиренного, то он может увидеть вот этот аспект служения, смирения. И вот в связи с этим можем вспомнить историю Нара-дамони и Господа Брамы. Шимат-багу там описывается, что до какого-то момента Нара-дамони думал, что вот Брама, наш отец верховный. До тех пор, пока не увидел, как сам Брама поклоняется кому-то. Тогда он подошёл к нему и спросил, отец, кому ты поклоняешься? Я думал, что ты верховный, ты творец всего этого. И тогда Брама сказал, молодец, очень хорошо, что ты задал вопрос, потому что ты открыл для меня возможность говорить о верховном контролирующем, верховной Личности Бога, источниках всего. Поэтому очень важна встреча для таких людей, искренних поищнавов, преданных. Виктор, есть ещё вопросы в Ютюбе или поднятые руки? У нас шесть вопросов в Ютюбе. Давайте задавайте. Начать зачитывать. вчера на Санкиртане встретил буддиста, и он сказал, что мы все можем стать Буддой. Скажите, пожалуйста, что вы ответили бы такому человеку? Давно пора всем стать Буддой, уже давно. Будда означает просветлённый, это нормально, нормально. для буддиста это не считается какого-то серьёзного отклонения, не принесёт вред, во всяком случае. Потому что Будда для них это любой просветлённый человек. Буддха разумный, просветлённый в этом смысле. Но они отделяют, что Гаутама Будда, который сам высший Будда, изначальный Будда, они как-то это отделяют, не смешивают. Но Буддха означает просветлённый, каждый может присоединиться к этому просветлению, стать Буддой просветлённым. Бодхисаттва ещё называют таких людей. Бодхисаттва, Буддхисаттва. Так что нужно было пожелать этому человеку стать Буддой быстрее и проповедовать повсюду. Сознание Кришны, конечно, потом надо проповедовать. Но для кого-то и буддизм сейчас нужен, для кого-то. Для кого-то это будет путь через буддизм. Там собственно главное, что в буддизме ценно, это высокая нравственность и сострадание на высоком уровне. Они обучают этому. Высший критерий нравственности, нравственный принцип это Ахимса не убей, они следуют ему. Настоящие буддисты они следуют Ахимсе. И сострадание развивают причину этого Ахимса сострадания к живым существам. В этом смысле это великое учение. Самое великое учение в материальном мире это то, что Будда дал для материализма. Для многих людей это хорошее начало может быть. Следующий, Виктор. Спасибо. Вопрос от Нитая Мангала Прабу. Дорогой Гуру Махарадж, чем отличаются мысли о Бхакти, от Бхакти. Что значит экстатичная мысль, если мысль ограничивает? Экстатичная мысль это когда Кришна проникает в ум, тогда становится экстатичная мысль. Обычная мысль в цепи мысли находится. Вот вы думаете цепочку какую-то развиваете мыслительных логических вещей вдруг раз вывод схватили додумался догадался вот обычно так мысль работает либо эмоциональные какие-то схемы либо какие-то логические вещи вы сосчитываете в уме такая самхия а экстатичная мысль это другое она не в цепи не в цепи находится размышлений она как бы вспыхивает сама по себе как вспышка беспричина то есть вы не думали об этом вдруг бах осмыслили что-то помилуйся Кришны экстатичная как откровение такое да свыше вспышка это экстатичная мысль то есть Кришна проник в ум спасибо знание от гуру а вот книги прапхупады в этом ключе это знание или просто информация если вы практикуете все что там написано это знание если вы практикуете если не практикуете то будет сначала информация но настолько мощная информация что скорее всего начнете что-то практиковать это настолько мощная информация если вы все книги прапхупады прочитаете вы уже не будете обычным человеком потому что не написано это обычным человеком это вся гуру парампара там представьте там Кришна на этих страницах поэтому если вы просто прочитаете все книги прапхупады вы никогда не останетесь тем человеком которым вы были но когда уже будете практиковать все вы прямо из-за этого хотите почему приходят болезни это карма чистка или результат неугодных душе мыслей настроений да это все так и есть как вы сказали это карма в общем смысле это чистка карма должна реализоваться временно она реализовывается через болезни через страдания или через счастье какие-то удачи в жизни тоже реализации кармы вы радуетесь что что-то хорошее но это вы растрачиваете карму хорошую вырадоваться это нечему придется зарабатывать новую хорошую карму снова наработаете а когда плохая карма реализовывается через страдания мы страдаем хотя нужно радоваться что исчерпывается плохая карма такая ситуация какой там третий еще фактор был карма очищение и мысли результат неживательных мыслей или настроений не прямо не прямо так потому что век калии мысли не принимаются в расчет мы не ответственны за мысли век калии ум не контролируем и поэтому снята эта ответственность но ум дает первый импульс а потом когда уже действие начинается появляется ответственность поэтому за умом тоже нужно следить потому что импульс зайдет из ума и свершится потом факт за который придется отвечать спасибо Харе Кришна примите пожалуйста мои поклоны спасибо за лекцию говорится что в духовном мире нет света солнца и луны но это не значит что там нет света там все освещено сиянием тела Кришны также в духовном мире все живые существа лишены грубых и тонких оболочек но присутствуют в своей вечной духовной форме то есть это показывает что в духовном мире все есть только проявлено в ином качестве вопрос если в материальном мире есть такой элемент как эфир пространство то есть ли такое понятие как духовное пространство пространство в котором мы находимся в своей вечной форме в духовном мире и как это пространство проявлено там в духовном мире есть ну как абсолютная среда абсолютная атмосфера вы не отличны от того пространства вы не отличны от того времени вы не отличны от того сияния но в то же время вы отличаетесь все это отличается пространство пространство это тоже жизнь живое живое существо духовной мире пространство это не что иное как маха санкаршина это сам господь Баларам это его тело но и земля чинтам они тоже его тело и маленькие дживы это тоже его тело это все все что мы можем видеть в духовном мире или в материальном мире это тело господа санкаршины там он маха санкаршина здесь санкаршина это все как бы единый бог и в то же время все отлично друг от друга вот это чинтя пьеда пьеда таттва чинтя означает что непостижимые вещи мы видим видим там в духовном мире можете общаться с пространством можете общаться с деревьей можете общаться со своими руками они тоже могут вам ответить на что-то или со своими глазами можете общаться да у Кришны тоже глаза могут мыслить другие части тела могут делать любые функции поэтому я не могу объяснить на словах что такое духовный мир в любом случае нам нужен будет опыт вот этого единения соединения соединения моей индивидуальности меня самого это единственное доказательство будет потому что когда другой человек связан с этой реальностью мы не видим этой связи мы видим симптомы только а симптомы таковы что он становится безразличным к счастью и несчастью здесь в этом мире для него нет разницы между друзьями и врагами его не беспокоят потери или приобретения это описывается это симптомы это лишь внешние симптомы внешние признаки а эти симптомы оказываются на то что человек живет в другом измерении ценностей то есть в духовном мире где в каждом месте духовного мира все самодостаточно здесь мы пересекаем пространство чтобы попасть в магазин а там магазин в любом месте я образно выражаюсь сейчас не представляете это физически только хорошо нельзя физически представлять что это сплошной магазин нет потому что там нет таких магазинов там калпаврикши кругом и там все возможно нет ограничений в духовном мире все возможно нет такого слова невозможно в словаре дураков в духовном мире нет такого понятия поэтому давайте не будем сейчас воображать эти вещи вот немножко услышали нужно остановиться скорее всего нам нужно сосредоточиться на духовной практике сейчас больше всего и звук святого имени постепенно будет открывать форму тогда появится некоторые внутренние представления той атмосферы спасибо вы говорили в пятницу что сейчас нужно больше примеров практической проповеди можете привести примеры умозрительной и практической проповеди практической умозрительная проповедь умозрительная проповедь это гьяна 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 вегьяна асти кьям это качество брама нужно владеть тем и другим и теорией и практикой то есть когда вы можете действовать в знании это называется мудрость применять знание например вы говорите сознание кришны но это самое лучшее что может быть ну теперь покажите это покажите если мы могли это показать люди давно уже приняли сознание кришны но мы умозрительно говорим мы доказываем логически что это так философски но показать еще не можем всего пропада мог показать многое поэтому так много людей к нему присоединилась на всю жизнь пожизненно и служит ему пожизненно что мог показать духовный мир гьяна дать почувствовать также он хотел варнаши мадхарму что было построено потому что не все люди готовы встать на уровень парамахам сразу же нужна также варнаши мадхарма поддерживающая устройство общества чтобы помочь людям не падать это также мудро и практично чтобы это знание применить как? через варнаши мадхарму через цивилизованное устройство общества и деятельность для удовлетворения вишну полного целого вот-вот-вот вот такие вещи мы должны научиться применять действовать сами и когда мы это научимся применять и мы скажем сознание Кришны это очень хорошо люди скажут да, это очень хорошо мы видим как вы живете это очень хорошо ваш образ жизни ваши принципы ваши отношения ваши ценности то, как вы все умеете делать прекрасно как вы талантливы как вы красивы как вы творческие как вы радостны да, это же нужно все воплотить Виктор уже закончились вопросы? есть еще два давайте последний вопрос на сегодня я повторяю мантру уже более 10 лет и сейчас увидел что я боюсь этот мир мне он не нравится и это мне мешает проповедовать людям служить им потому что из-за этого качества у меня пренебрежительное отношение к телу финансам к каким-то проблемам других людей да и своих тоже я и сам от этого часто страдаю так как чувствую что могу и сам лучше жить и другим больше помочь в принципе я постепенно двигаюсь возможно что-то еще мне может помочь в этом движении сострадание если человек проповедует нужно развивать сострадание к людям пропады в одном месте говорит прямо что не не имея сострадания невозможно стать проповедником ну попытки могут быть но если мы не развьем сострадание это будет очень трудно невыносимо трудно если вы не любите людей скажем которые слушают вашу проповедь если у вас не появляется этого чувства к ним снисхождение и желание благословений дать дать им ценности дарить их милость у Господа читание то вы не сможете это будет невыносимая деятельность поэтому сострадание необходимо надо обратить на это внимание проповедника всем все будет хорошо спасибо Чайтанья Чаныч Харам Прабу Продолжение следует...